ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ответ на вопрос у эксперта программы, заместителя начальника землеустроительной службы Гомельского облсполкома Людмилы Кулинич. Людмила Андреевна, здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. Вам слово. Землепользователи обязаны эффективно использовать предоставленные им земельные участки. Если эта обязанность не исполняется, то земельный участок у них может быть изъят на основании решения соответствующего местного исполнительного комитета. Нарушения, за которые допускается изъятие земельного участка, являются следующими. Если гражданин в течение срока, установленного законодательством, не приступил к освоению занятия этого земельного участка. Например, земельный участок был предоставлен для строительства жилого дома, а гражданин более года не приступает к строительству на этом земельном участке. Если земельный участок используется не по целевому назначению, например, предоставлен для огородничества, а гражданин начал на нем строительство того же жилого дома. Если земельный участок в течение длительного времени не используется, зарастает сорной растительностью, захламляется бытовыми отходами. В таких случаях, если после выданного предписания землепользователю в течение срока, установленного на этом предписании, не устраняется нарушение, то земельный участок может быть изъят. При этом, если на земельном участке расположена принадлежащая землепользователю постройка, то это не препятствует изъятию земельного участка. Такая постройка изымается на основании решения суда и продается с публичных торгов. При этом землепользователю возмещается полученная сумма от продажи за исключением расходов на проведение публичных торгов. Надо сказать, что есть еще одно основание, по которому может быть изъят земельный участок. Это в случае изъятия для государственных нужд. В этом случае землепользователю возмещаются убытки, причиненные изъятием земельного участка, которые включают в том числе стоимость расположенных на таком участке строений и насаждений. Спасибо, Людмила Андреевна. Ждем ваших вопросов на электронный адрес проекта. Оставайтесь с нами и будьте в теме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова